Гражданская платформа впервые после регистрации в качестве политической партии будет принимать участие в избирательной кампании. Безусловно, событие для партии знаковое. Планируется выдвижение 350 кандидатов из более чем 20 регионов страны. Представители всех этих регионов сегодня в зале. Большинство лица в политических кругах новые. Это принципиальная позиция лидера партии Гражданская платформа Михаила Прохорова. Во власть должны прийти люди, которые составят реальную альтернативу привычным кандидатам. И смогут предложить новые пути решения старых назревших проблем. Но сейчас программа «Минимум» для партии создает разветвленную систему отделений на местах. Опорные территории уже определены. Мы точно знаем, что в 14 регионах мы должны создать реальные фракции. Как и в законодательных собраниях, так и в городских советах. Есть регионы, где мы уже сильны. Ну, это, естественно, и Ярославль, я считаю, Бурятия, и Иркутская область. В городсоветы Красноярска, я думаю, что у нас должна быть неплохая позиция, Екатеринбурга. То есть мы ведем работу предметно там, где у нас созрели условия. По словам Михаила Прохорова, гражданская платформа, партия открытия, лидерство и развитие. Взгляды на то, что понимать под последним у каждого региона свои. И представители территории спешат донести их до партийного лидера. Делегат от Владимирской области вручает ему хрустальную вазу. Что называется, без слов. Производство хрусталя должно стать передовым, каким и было в советское время. Ваза тяжелая, это видно, но Иркутская область могла бы пустить в ход гораздо более весомые аргументы. Нашу тяжелую артиллерию. Путь развития нашей области это глубокая переработка леса, это газификация промышленного производства и газификация жилого комплекса и населения Иркутской области. Потому что парадоксальная ситуация. Имеем газ, имеем нефть, но совершенно не имеем возможности пользоваться этим газом, этой нефтью для нужд населения Иркутской области. Мне кажется, вот это в первую очередь. Сейчас официально в партии состоит 641 человек. Позиции будут усиливать так называемыми сторонниками. Их число достигает нескольких тысяч. Планируется привлекать и тех, с кем Прохоров сотрудничал, когда возглавлял правое дело. Он также ответил на вопрос иркутских журналистов, касаемый перехода Владимира Матиенко из «Справедливой России» в партию «Гражданская платформа». В каждом авторитном случае мы смотрим не на то, где работал человек, а какой он сам по себе. Искренне, неискренне, есть ли у него потенциал или нет потенциала. Поэтому отказывать человеку только потому, что он раньше стоял в той или иной партии, но мог за это неправильно. Но, конечно же, основная наша задача – это привести новое политическое поколение. Но возможны как раз альянсы. Как вести предвыборную борьбу Михаил Прохоров намерен вновь показать своим личным примером. Так, в следующем году он возглавит список партии на выборах в Московскую городскую думу. Евгения Власюк, Николай Крупченко. Новости сейчас.